Это программа День с Толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Попросил позвонить, обокрал и вытолкнул из электрички. В Барнауле задержали дерзкого рецидивиста. Выдыхаем. Что происходит с заболеваемостью гриппом в крае? Цифровая реальность. В крае все больше желающих стать IT-специалистом. Что для этого нужно делать? Сотрудники транспортной полиции Алтайского края задержали рецидивиста. Злоумышленник 9 раз привлекался к уголовной ответственности за совершение различных преступлений. На этот раз мужчина попался на дерзком ограблении пассажира в алтайской электричке. 39-летнего жителя Алтайского края поймали, что называется, по горячим следам. По предварительной версии, он попросил у одного из пассажиров мобильный телефон ради звонка. В чехле гаджета находились 30 тысяч рублей, которые незнакомец впоследствии присвоил себе. На просьбы владельца вернуть похищенное он не реагировал, а во время стоянки поезда на станции Тигун мужчина вовсе вытолкнул потерпевшего на перрон. Раскаиваетесь совершенно? Раскаиваюсь. Признаете, да, свою вину? Да. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Максимальное наказание – 4 года лишения свободы. Разворотное трамвайное кольцо на проспекте Ленина начали демонтировать. Специалисты Горэлектротранса приступили к работам в минувшие выходные. Они разбирают опоры контактной сети, а также непосредственно само кольцо. Затем рабочие начнут укладывать рельсошпальную решетку и соединять ее с действующими путями. Далее дорожники восстановят проезжую часть на соединении с путепроводом. Напомним, в связи с демонтажными работами изменится схема движения общественного транспорта. Трамвай номер 3 не будет заезжать на проспект Ленина, а продолжит движение по северо-западной сразу к проспекту Калинина. Но без транспорта участок не останется. Пассажиры могут воспользоваться троллейбусами номер 1-6-7 и автобусами номер 6-24-53. Отметим, терпеть неудобства придется до конца ноября. К этому времени мост обещают открыть. Больше 16 тысяч жителей Алтайского края заболели ОРВИ за последнюю неделю. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре. Когда инфекция пойдет на спад и фиксируют ли сегодня в крае помимо ОРВИ заразившихся коронавирусом, об этом расскажет Ирина Корчагина. Ковидная стабильность, до которой мы смогли дожить. Ежедневно в Алтайском крае фиксируют до 40 случаев заражения коронавирусом. Напомним, во время пандемии эта цифра зашкаливала. Что не может не радовать, сегодня пациенты переносят болезнь в легкой форме. Хотя встречаются и тяжелые случаи. Например, сейчас один житель региона находится на искусственной вентиляции легких. А вот что касается ОРВИ, за прошедшую неделю в крае заболели более 16 тысяч человек. Случаев гриппа и циркуляции вирусов гриппа в Алтайском крае не зарегистрировано. Отмечается циркуляция именно вирусов негриппозной этиологии. В основном больше 90% это у нас риновирус. Но и встречается циркуляция других. Это аденовирусы, вирусы парагриппа, есть такие боковирусы, метапневмовирусы. Но это все вирусы негриппозной этиологии. В Роспотребнадзоре отмечают, что инфекция пошла на спад. На пике эпидподъема фиксировали более 22 тысяч заболевших ОРВИ за неделю. Сегодня среди заразившихся большинство – дети. Также врачи ждут подъема гриппа и советуют пройти вакцинацию. На вакцинацию можно записаться несколькими путями. Первое – это через госуслуги. Учреждение здравоохранения Алтайского края выставлено на расписание. Вы можете записаться через госуслуги к той учреждению, к которому вы прикреплены. Второе – вы можете прийти с приема. То есть зачем-то пришли к терапевту, неврологу, хирургу, он вас может направить. А также вот сейчас мы уже работаем в категорической живой очереди. Сегодня пришел, сегодня поставишь вакцину. На сегодня в Алтайский край запланировано поступление 1,3 млн доз вакцины. Сегодня поступило почти миллион доз. Ожидаем еще поступления вакцины в ноябре месяце в количестве почти 39 тысяч ультрикс-квадри для детского населения. Сегодня вакцина находится во всех краевых медицинских организациях, в поликлиниках. Сегодня 950 тысяч жителей края уже привиты. Как сообщают в Минздраве, взрослое население прививается активно, а вот среди детей много отказов от вакцины. Таково решение их родителей. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Дни образования и науки стартовали в Алтайском крае. Всю неделю в школах и вузах будут проходить тематические мероприятия для школьников, студентов и преподавателей. Так, в Аграрном университете научат управлять квадрокоптером. В классическом вузе состоится мастер-класс на тему психологии имен. А в педагогическом вузе пройдут уроки невербального общения. Сегодня состоялось открытие фестиваля. Одно из главных его нововведений – межрегиональный форум учителей. Он пройдет 3 ноября и будет включать в себя несколько тематических секций. На них обсудят актуальные вопросы воспитания, образовательной деятельности, тренды преподавания. Своими наработками поделятся участники конкурса «Учитель года». А на некоторых площадках участники презентуют итоговые проекты. Вот этот конкурс «Молодой педагог плюс наставник» у нас раньше проходил в разных форматах. Обычно на базе нашего института. В этом году мы запланировали выездную площадку, где помимо конкурсных испытаний будут проведены еще мастер-классы наставников. Кто такой IT-специалист, с чего начать обучение и где потом работать? Эти и другие вопросы школьники и другие жители Барнаула смогли задать экспертам области. В минувшие выходные в краевой столице прошла Всероссийская IT-конференция, гостями которой стали подростки и взрослые, желающие стать востребованными программистами и дизайнерами. Подробнее об этом в сюжете. Школьники, студенты, взрослые на равных правах. Все в этом зале мечтают стать IT-специалистами. Профессии этой отрасли в последнее время бьют рейтинги по популярности, востребованности и по размеру зарплаты. Поэтому в выходные в Барнауле прошла ежегодная Всероссийская IT-конференция для профориентации. У нас много классов пошли на программирование и хотят этим в дальнейшем заниматься. Какие вопросы тебя волнуют больше всего? Как начать, чтобы это был правильный путь и не по какому-то другому пойти? Некоторые уже пробуют свои силы. 11-классник Сергей месяц рисует логотипы и получает за это хорошую оценку. За это как бы должны хорошо платить, я считаю, потому что это довольно-таки тяжелый труд. Но это требует много времени, чтобы создать довольно хороший логотип, который много чего говорит и вложить в него какой-то особый смысл. В последние годы школьников, желающих стать IT-специалистами, стало больше в разы. И у всех один вопрос – как стать профессионалом? На рынке много коротких курсов, свои программы обучения в рамках среднеспециального образования и высшего. Спрос велик, но при этом в IT-отрасли по-прежнему говорят о нехватке кадров. Это целенаправленная политика государственная. Наверное, с 2018-2019 года, как только появился, национальный проект цифровой экономики. И в нем был выделен отдельный проект федеральный – это кадры для цифровой экономики. Потребность там последнего года, что IT-специалисты требуются и в других отраслях. И мы видим и сельское хозяйство, и классическое промышленное производство, и многие другие отрасли образования, здравоохранения. Все западные технологии, они просто уходят из страны, и нужно заменять. И это не одна сотня голов специалистов и в крае, и по России. В рамках конференции на сцену поднимались дизайнеры и программисты, бизнес-тренеры и представители власти. Они рассказывали залу о том, где нужно учиться, какие компетенции важны для работодателя и как собирать кейсы. Возможно, к следующей конференции некоторые слушатели уже станут сотрудниками IT-компании. Вновь задать вопросы экспертам можно будет через год. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком. Журналистам портала Толк удалось увидеть, как преображается Центральный парк. Напомним, ранее более 4 тысяч барнаульцев проголосовали за благоустройство парка в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Сейчас в Центральном идут завершающие работы. Они должны закончиться до конца года. После масштабной реконструкции жители города увидят новые скамейки, качели, детскую площадку и современный фонтан в парке. Оценят посетители и теплые, комфортные туалеты. На территории заменили плитку, положили асфальт, высадили деревья. Также в парке установили систему видеонаблюдения. В ближайшее время в Центральном подключат больше сотни фонарей. Деревьев будет больше. На территории жилого квартала Барнаульский лес в Нагорной части появилось больше 20 молодых сосен и елей в рамках компенсационных посадок. Компания «Мой дом», которая скоро приступит к строительству зеленого квартала «Вышка», выполняет договоренности перед местными жителями и сохраняет деревья на довольно плотном жилом участке. Подробности у моих коллег. В квартале Барнаульский лес стало еще зеленее. В выходные там появились 14 молодых елей сосен. Это компенсационная посадка от компании «Мой дом», которая скоро начнет возводить по соседству зеленый квартал «Вышка». В начале года местные жители, обеспокоенные возможными вырубками из-за строительства и застройщик, пришли к соглашению, как сохранить зелень в жилой зоне. Это уже вторая высадка. Те деревья, которые мы высадили, вот вы видели первый этап, 12 деревьев, за ними происходит уход. Их осматривают, подпитывают. То есть они не бесхозные. Так же и с этой высадкой будет происходить. То есть у подрядчика есть гарантийные обязательства по поводу прижития саженцев. Сосны и ели высадили внутри двора и со стороны въезда в жилой квартал. А на территории будущего комплекса оберегают взрослые деревья. Липые березы обнесли обрешеткой, чтобы не повредить стволы во время строительства. На этом участке скоро начнут возводить первый в Барнауле эко-комплекс из девятиэтажек, вписанных в рельеф с перепадом высоты в 10 метров. Когда мы построим свой комплекс, забор уберется, и эта территория будет объединена вместе с существующим жилым комплексом. Дополнительно будет проведено еще озеленение по окончанию работы. И все это будет в одном комплексе. Концепция – это открытая территория для всех прилегающих жителей микрорайонов. А еще это позволит следовать концепции зеленого двора без машин. Отсутствие визуального шума позволит жильцам ощутить единение с природой. Сейчас проект зеленого квартала проходит утверждение градсовета, но застройщик уже выполняет обязательства перед местными жителями. Кстати, часть деревьев пересадили в парк изумрудный. Все прижились. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком. В Барнаул приехал единорог. Речь не о мифическом животном, а о вполне реальном фирменном персонаже клуба «Добряков». Вот уже 6 лет Алтайское волонтерское отделение помогает детям с ограниченными возможностями здоровья. В честь дня рождения для своих подопечных клуб организовал праздник. Подробнее мероприятие расскажет Данил Кузнецов. Уже 6 лет эти дети не понаслышке знают о волшебстве. Его малышам дарит Алтайское отделение клуба «Добряков». Цель фонда – помощь несовершеннолетним с особенностями здоровья через соцсети. За все эти годы волонтерское движение подарило радость почти 500 семьям. Проекты у нас в нашем городе – это «Коробка храбрости». Мы собираем игрушки для детей, которые находятся на лечении в отделении онкологии и психоневрологии. В нашей краевой больнице на Гущино-179. Также у нас есть проект для детей, который называется «Добрый торт». Это когда в день рождения детки от кондитеров получают красивые торты. Для мам мы делали проект «Мамины радости». В день рождения мамы мама приходила к нам в салон. И мы делали из нее самую красивую женщину в мире, чтобы она себя почувствовала не просто мамой особенного ребенка, а именно той самой красивой женщиной. На празднике в честь шестилетия клуба для детей организовали несколько тематических зон. Мальчикам понравилось рассматривать модели оружия. А вот девочки оценили аквагрим. Самой популярной раскраской помимо кошечки стал единорог. Это мифическое создание по имени Жора – символ добряков по всей России. В этом году он добрался и до Барнаула. «Как тебе Барнаул?» «Мне просто великолепно. Я влюбился в этот город. Я буду здесь жить». «А где будешь жить?» «На радуге». Впервые в барнаульском клубе добряков и коллеги из Олейска приехали не только поздравить, набраться опыта, но и поделиться своими историями. «У нашего папы, получается, сейчас он ходит на протезах после СВО. Мы никаких сборов не вели для нашей семьи. Они просто общением своим помогали, что вот клуб добряков – все такие добрые». «И насколько легче стало?» «Ну, очень. Без них, наверное, бы не справилась». Для семей организовали и праздничный концерт. Среди выступлений были не только танцы и песни, но и фокусы. «Мало кто знает, что в этой книге может по щелчку пальца появиться точка. Эта точка превратится в нечто классное, а эта классная станет настоящей». Всего таких волонтерских отделений по России более полусотни. Движение помогает тяжелобольным детям с 2013 года. За это время на их лечение было собрано почти полтора миллиарда рублей. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. У амбассадора будущего первый юбилей. Свой день рождения отмечает автомобильный бренд «Амода». В этот день специалисты автоцентра вместе со своими клиентами совершили праздничный автопробег по улицам Бурнаула. Как это было, расскажем далее. На улице приятный морозец, а внутри автоцентра АНТ «Амода» теплая праздничная атмосфера. Бренду «Амода» исполняется год. Отметить первую значимую дату собралось порядка ста человек. Это и друзья автоцентра АНТ «Амода» и владельцы «Амоды». Они, в свою очередь, с трепетом вспоминают свои эмоции, когда впервые познакомились с «Амодой». Когда я первый раз увидела «Амоду» на дорогах нашего Барнаула, я сразу влюбилась. Это была любовь с первого взгляда. Честно говорю. Какие эмоции испытали, когда первый раз вы сели за руль этого автомобиля? Если я сейчас сильно громко закричу на камеру. Эмоции это были... Я не знаю, у меня была эйфория, у меня был восторг, у меня был... Горели глаза, я сидела за рулем этого автомобиля и сама себе завидовала. Думала, боже, неужели это я еду за рулем этого классного автомобиля. В честь первого дня рождения автоцентр АНТ «Амода» вместе со своими клиентами отправились в автопробег по улицам Барнаула. Большой и дружной колонной, чтобы еще раз показать всем, что «Амода» – это будущее. Было много вариантов, на самом деле. Сначала я выбрал китайские автомобили, потом уже среди них выбрал «Амоду», потому что она наиболее эффектно выглядит и симпатична. Она прям очень отзывчивая в управлении. Было очень приятно работать. Забрали мой старый автомобиль в Тайден и взяли новый. Это все получилось одним днем, мы приехали и уехали на новый автомобиль. Также автоцентр АНТ «Амода» приглашает всех желающих на тест-драйв всего модельного ряда «Амода» на Паласском тракте 249D. Присоединяйтесь к будущему. И в завершении выпуска первый снег сегодня выпал в Алтайском крае. В Барнули сегодня утром было минус 6 градусов, к обеду немного потеплело и пошел снег. Красивое явление природы наблюдали сегодня не только жители краевой столицы, но и в части других районов края. Правда, судя по данным регионального гидрометцентра, в некоторых районах региона воздух мог прогрессы до плюс 10. На большей части края шел дождь, снег, наблюдался гололед, в связи с чем автомобилистов просят быть внимательными на дорогах. Отметим, такая погода задержится на несколько дней, а в целом, по предварительным прогнозам специалистов, плюсовые температуры в дневное время будут держаться еще вплоть до середины ноября. А на этом у меня все. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Обязательно звоните. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok